Фуксии Фуксии прекрасные растения для выращивания в штамбовой форме. Разные сорта позволяют вырасти деревья самого разного размера. От высоких в человеческий рост до настольных, миниатюрных, карликовых. Здравствуйте, друзья! Сегодня по вашим просьбам о том, как выращивать фуксию в штамбовой форме. Здесь у меня черенок фуксии, который я оставляю на штамп. Он растет в рассадном стаканчике, но корней уже много и вполне можно пересаживать. Скорее всего, через месяц-полтора из такого стаканчика тоже придется пересадить, но с маленькими растениями всегда лучше емкость увеличивать постепенно. При выращивании фуксии кустом черенок обычно прищипывают после одной-двух пар листьев. Главная особенность при выращивании в штамбовой форме заключается в том, что точку роста макушку мы не прищипываем до тех пор, пока дерево не достигнет нужной высоты. Несмотря на то, что растение еще маленькое, его лучше сразу же подвязать. И подвязать не в одном месте, а по всей высоте. Покажу деревце, которое было не своевременно. Привязано и вот такие у него по всему стволу петли. Происходит это потому, что когда дерево высоту набирает, ствол собственным весом начинает давить и он деформируется. Не повторяйте мою ошибку. Подвязывайте своевременно. Чем подвязывать? Раньше я для этих целей использовала пластиковые хомуты и проволоку, но сейчас от них отказалась, потому что когда ствол утолщается, пластик врезается в кору, травмирует ствол. Это все не очень хорошо. Сейчас я использую куски старых капроновых хоготок. Они прочные, эластичные, растягиваются по мере увеличения ствола в объеме. Пока деревце растет до желаемой высоты, из пазух листьев нужно убирать все ростки. Лучше это делать сразу, не давая вот этим боковым веткам расти и утолщаться. Происходит так называемое ослепление почек. Оно для растения безболезненно. Если же ростки уже достаточно большие, это менее безболезненная процедура. И на стволе в результате могут потом оставаться следы. Обычно еще на стадии набора высоты заготовки для штампов часто дают бутоны. И как бы ни было жалко, лучше их убирать, потому что это останавливает рост дерева вверх. Сами листья на стволе обычно советуют оставлять до тех пор, пока вы не приступите к формированию кроны. Дело в том, что если со ствола все листья убрать, то растение будет затруднительно получать питательные вещества в процессе фотосинтеза. У него просто зеленой массы для этого не будет. Но со временем могу сказать, что листья с нижней части дерева постепенно сами собой отваливаются. Ну а потом, когда начинается формирование кроны, то их нужно будет просто вручную все удалить. По мере роста горшочек надо менять и опоры добавлять. Пусть их лучше будет несколько, ничего страшного в этом нет, зато ствол будет ровным и не сломается. Переволку в горшок большего размера я обычно делаю вместе с опорой. Какого бы размера опора ни была, всегда нужно, чтобы она была чуть-чуть выше, чем растение. Это позволяет избежать риска переламывания. Особенно, когда уже у штамба начинает формироваться крона, она становится очень тяжелой, переламывается в том месте, где заканчивается опор, если опора короткая. Чтобы деревце не выросло однобоким, его нужно регулярно поворачивать к свету, идеально, каждый день на четверть круга. Когда будущее дерево достигнет нужной высоты, макушку прищипывают. Из места прищипки начинают отрастать боковые побеги, обычно ниже места прищипки оставляют где-то две пары побегов. Ну а потом крону формируют по такому же принципу, как обычно формируют куст. Весь новый прирост прищипывают после двух пар листьев, последующий прирост снова прищипывают, и следующий также. Минимально в первый год где-то нужно 3-4 прищипки, чем больше, тем лучше. Каким должен быть размер вот этой вот штамбовой части? Все зависит от параметров будущего штамба. Даже самый компактный и низкорослый сорт, в принципе, можно вырастить до достаточно большой высоты. У меня тоже были такие штамбы, я как-то сначала этим сильно увлекалась, но потом поняла, что когда крона маленькая, сорт компактный, то на длинной ноге такое дерево в достаточной степени несуразно выглядит, поэтому законы пропорции их никто не отменял. Считается, что в гармоничном штамбе высота кроны должна составлять где-то треть от высоты дерева. Поэтому лучше сначала как-то оценить общий габитус сорта, и уже исходя из этого рассчитывать, будет это полноразмерный штамб, либо четверть, половина штамб или мини-штамбик. Вот таких требований к выставочным штамбовым фуксиям придерживаются, например, в Великобритании. На формирование уходит где-то 2 сезона, но потом как с хорошим вином. Чем старше дерево, тем оно обычно становится более кустистым, с более пышной кроной, более эффектным. Два года назад в нашем сообществе любителей фуксии «Фуксимания» мы проводили совместный онлайн-эксперимент по выращиванию штамбовой фуксии. Начинали мы в середине осени, и за зиму практически все участники нашего эксперимента смогли вырастить к весне заготовки для будущих штамбов. Главная и существенная проблема осенне-зимнего выращивания заготовки для будущего штамба это возможное вытягивание растения в условиях короткого светового дня при слишком теплых условиях квартиры. Но она решаема размещением растения в более светлом и прохладном месте. В идеале на утепленном балконе, где зимой не бывает минусовой температуры, либо есть обогреватель. Наш опыт показал, что конец сезона вполне подходящее время для начала выращивания штамбовой фуксии. В течение осени и зимы вполне можно вырастить заготовку нужной высоты, а ближе к весне приступить к формированию укромы. И уже летом деревце уже цветет. О других нюансах выращивания фуксии в штамбовой форме в следующий раз. На сегодня это все. До встречи в нашем сообществе любителей фуксии Фуксимания.